Итак, еще один поединок этого вечера. Единственный бой в тяжелой весовой категории. Оба бойца уже имеют опыт выступления в профессиональном ММА. Адам Усмаев на его счету два поединка. В то время как Ренат Муслединов провел лишь один бой и повел в нем поражение. Но Адам Усмаев выступал еще в рамках турнира в Лиге ACB. Также выступал на Грозной битве. Как раз таки там же, где мой сегодняшний сокомментатор, если я не ошибаюсь. Или даже еще раньше, на Грозной битве 2. Да, на Грозной битве 2, но мне Зиньмхан подсказывает. Мы увидели столом Адама Усмаева. Еще один интересный факт этого боя. Ренат Муслединов. Его секундирует очень известный в России боец Рената Лятифов по прозвищу Чингисхан. За некоторое время до этого турнира Лятифов дрался против Эльдархана Мочукаева. И одержав победу в этом поединке, как раз таки бой проходил здесь. В Грозном он был одним из главных событий того вечера, того турнира ACB тоже. Ну и вот приехал он теперь в этот раз, Курчелоев, в качестве секунданта. Привез своего тезку Ренат Муслединов. Вообще более, конечно же, опытный спортсмен. Человеку 36 лет. На 17 лет он старше Адама. Хороший грэпплер. И должен иметь за плечами достаточно серьезный, так скажем, опыт выступления в любительских турнирах. Но пока что мы увидим, Адам поактивнее выглядит, поактивнее. Он на 11 килограммов тяжелее оппонента. 112 килограммов весит Адам. И уверенно чувствует себя в стойке, более акцентированным ударом он наносит своим соперником с руки. И вот опять. Еще, да, хорошее попадание. Ну, хоть Адам и считается базовым вольником, он все свои бои, вот те, по крайней мере, те, которые мы видели, он проводит именно в стойке. В борьбу он неохотно лезет. Успешно проводит защиту от токдауна, ну, от прохода. И вот забирает доминирующийся для себя лучшую позицию. И перебивает. Да, активно Адам, активно действует. И сейчас нокдаун ему удается попытаться бы здесь провести добивание. Но такая весовая категория, где малейший удар может решить исход поединка. И чуть, может быть, и бы еще там скорость, мощь удара Адаму, который сейчас у него прошел, мог вполне и нокаутировать оппонента. Ну, вот пока мы видим, что держится Муслядинов. Но при этом ничего полезного для себя он и в этой ситуации извлечь не может. И пока что вчистую проигрывает первый раунд. Адам достаточно быстро, быстро работает. Видно, что хорошенько поработали с ним над функционалкой. Да, он очень хорошо готовился на этот бой. Хотел реваншировать свой последний бой и показать себя лучшим образом. Ну, а, естественно, после поражения всегда хочется как можно быстрее реабилитироваться перед своими фанатами, перед своими болельщиками. И пока что, пока что у Адама достаточно успешно. Это получается, хорошо он себя проявляет. Парню всего 19 лет, так что все у него впереди. Нужно еще продолжать ему работать. И вот мы видим, что... Несмотря на возраст, он проводит уверенно. Намного лучше он выглядит. Более опытного бойца. Все-таки 36 лет. В смешанном единоборстве. Для тяжеловеса, наверное, это только... Ну, скажем так, рассвет сил. Ну, нельзя назвать человек, что там... Он уже ветеран, ему пора вешать перчатки на гвозди. Вот в конце первого раунда мы заметили, что он смотрит на свою руку. После боя мы его отвезли туда. И оказалось, что у него там кисть повреждена была. У Маслединова? Нет, у Адама. У Адама, да? Да. Ну, после этого, короче, поставили ему гипс. Оказывается, он у него там перелом был. После этого оперировали руку. Сейчас он останавливается после всего этого. Ну, естественно, здоровье Адама. Ох, как хорошо, а! Штамповал, мог бы сказать, что... Необычная позиция была. Сзади наносил удары, но все они приходились в голову и затем еще ногой. Ну, был еще этот момент, когда Адам хотел по инерции так замахивался, когда соперник находился на стиле, но своевременно остановил он свою ногу, потому что в случае попадания была бы дисквалификация. Продолжение следует... Активнее, активнее продолжает работать Адам. И несмотря на то, что у него там и кисть повреждена, ну, пока что видно, что настроен, он весь в борьбе и, наверное, боли как-то такого не ощущает пока что. И здесь он достаточно активно работает как в стойке, так и в партере. И вообще непонятно, вот на что Ренат Муслединов рассчитывал в начале этого поединка. Какой у него был план на бой. Наверное, хотел провести бой в партере. Да, не получилось, судя по всему, навязать своего. Да, не получилось. Ну, так как у Адама хорошая борьба, хорошо защищается и также верно чувствуется. Ох, еще хорошее попадание. Удивило он своего соперника. И еще одно хорошее попадание с левой. Уже руки не может держать Муслединов, а Адам очень свежий. Но очень свежий и не показывает он свою боль в своих руках. Ну, сразу после, как завершился бой, он говорил, у меня рука повреждена, короче. Когда бил, говорит, только акцентируемый удар, говорит, наносил. Попытка бэкфист у Муслединого была, но неудачно она оказалась. Более того, после этого он еще пропустил удар. Ну, все. Здесь уже, я думаю, Адам своего не упустит, не должен этого сделать. Не стоит ему спешить, спокойно дотерпеть до конца раунда и все. Поднимает рефери на стойку бойцов. Конец поединка у нас уже. Там совсем немного остается до конца этого боя. Ох, хорошее попадание. С левого. Ну, здесь все, все. Нокаут и вот так вот он. Адам Мусаев. Усмаев. Адам Усмаев празднует свою победу. По кличке Халк. Ну, что ж, поздравляем Халка с этой блестящей победой. С уверенной победой, можно сказать. Почтение Халк. Адам Мусаев. Адам Мусмайев. Адам Мусмайев. Субтитры сделал DimaTorzok